Продолжаем, друзья, Best of 3, которая может решить, продолжает ли Na'Vi играть на этом турнире или покидает ее на стадии четвертьфинала. Все зависит от того, насколько могут собрано отыграть рожденные побеждать сейчас на карте The Inferno. Если Mausports удалось вернуться после обидного очень кэша с насчетом 16-1, то, в принципе, примерно такая же история с 16-3 повторилась только что с командой Na'Vi. Норс забрали их пик, причем забрали очень уверенно, ну и вообще Na'Vi сделать не могли ничего. Вообще ничего. Даже попытки были, но ничего им сделать не удалось. По поводу Inferno, сейчас давайте попробуем по поводу Inferno. 179 карт у Na'Vi. Выбрасываем. Выбрасываем. Последние три месяца. Нас интересуют не все 179 карт, нас интересуют последние три месяца. 13 раз. Тебе доверили очень ответственную роль. Ты анализируешь. Простите, я до сих пор не могу прийти в чувство после того, как Сопов поставил квартиру на Na'Vi, но в эфире аналитики сказал, что верит в Норс. 2-0. И проклятие сбывается. Пока что Норс громят. На самом деле это странно, потому что обычно, когда я выбираю соперника, когда я ставлю не на Na'Vi, они берут и выигрывают. Берут и выигрывают. И Старкс, знаешь, сколько раз было? Короче, к чему мы? То, что карта Инферно, мы вообще ее хотели бы видеть и думали, что она окажется десайдером в этой серии BO3. Но так уж случилось, что Норсу выбрали ее как свою. И мне кажется, для Na'Vi это хорошие новости. Ну, последние такие громкие победы Na'Vi на этой карте, это все ESL1-Köln. Астралис. Это Big, это Астралис, это Cloud9. То есть там они были непобедимы на этой карте абсолютно. Что по поводу Норс на этой карте, ну не зря же, собственно, они ее и выбрали. И опять же напомним, что победа над Астралис на этой карте, это не какой-то такой суперпоказатель. Na'Vi обыгрывали Астралис месяц назад. А Норс обыгрывали Астралис позавчера. Да, ну так же Na'Vi расправились с гастами на этой карте, так же на этом же чемпионате. Стоит ли делать на этом акцент? Не стоит, я думаю. Ну, за последние три месяца они сыграли 13 карт до Инферно. У них есть, в принципе, неплохой винрейт 53%. У них это хорошая карта, но ведь что-то составило выбрать карту Инферно именно Норс. В результатах Na'Vi еще такая есть маленькая-маленькая такая странность. Да, они уступили Energy со счетом 12-16. И Energy это та команда, которая тоже готова была побороться за выход из группы, но не вышла. Окей, друзья, давайте посмотрим уже на события этой карты непосредственно вблизи вместе с нашими комментаторами. Ну что ж, я не знаю, что здесь Na'Vi может помочь на до Инферно, но пол души и пол сердца отдаю прямо сейчас. Надеюсь, что это им поможет, потому что это будет действительно очень сложно. Надеюсь, что они действительно не забудут про банан, и все будет гораздо лучше, чем то, что я от Na'Vi на до Инферно уже видел на Стокгольме. Дримхак. Да, ждем реабилитации Na'Vi. Всем еще раз добрый вечер. С вами Мятный и Спящий. Что-то не очень. С такими-то картами. Да. Что-то самое, под таблеток на бриллианке будут сидеть, чувствую, этой ночью. Эйзи! Ой, какие, какие, какие плюшки, плюшки, плюшки. Еще. Да что ты делаешь? Да тема, что ты делаешь? Что это такое? Что? Господи, да это пять в ноль. Это не просто пять в ноль, это какой-то развал. Какой это? Боже. Ну какой это развал? При том, что флешки были у команды Na'Vi, но они уже зашли и понимали, что кидать флеш куда-либо, это будет смерти подобно. Себя могут тоже слепить, еще и ссади могут выйти. Но это действительно пять в ноль очень похоже на то, что было на трейне. И опять же, сторона диффенса за командой North, и снова они выиграют практически без шансов для Na'Vi пистолет-раунда. В этот раз, правда, никого не потеряв, абсолютно. Это какая-то суперформа, вот, то есть люди сконцентрированы на 120% своих физических возможностей. После этого турнира они реально будут подыхать три дня. Кто в кровати, кто гулять пойдет с глазами, как у рыб, абсолютно пустыми, потому что они отдались вот сейчас, они реально душу сюда вкладывают. Норсы я имею в виду, это заметно. И тело, и душу, реально будет все потом болеть просто буквально, как бы и мозги, и мышцы, и все остальное, сам по себе знаю. Вот, а здесь, я не знаю, то есть Na'Vi борется вот с таким оппонентом. Здесь нужно не просто все прикладывать, а просто жить сейчас вот этой картой от звонка до звонка. Тут ты полностью прав, и мы ждем развития событий от Na'Vi. Бомба под контролем, снова выход по точку B организует Na'Vi. В этот раз есть также смоки и флешки. Раскидка будет секунду, буквально на секунду. Ждут, проходят на позиции, уже поближе к цементу. Хотят выйти Na'Vi. И Норсы это дело тоже считают. Они поняли, что никого на миддл не пойдет, и номер три этой МСЛ уже придет на перетяжку к своим тиммейтам. И на шифте подбирается с помастом в руках, расцветка полетела, и Na'Vi готовы выходить. Ну что, Zepth, Flame и Electronic вместе с остальными ребятами идут. Так падает в итоге Эдвард и падает в плейме. Симпл пока что жив. Возможно, это будет очень важно. Только вот держаться, держаться. Керби минусует Зевса. Тяжело, и Симпл делает все-таки килл по Матиасу, но Симплух остается один. Не получается по Керби, и патронов не хватает, и Керби минусует в итоге Симпла. Это пока что 2-0. Саша попал по голове Керби, но там был только один патрон в Чешке, поэтому будет там хотя бы 2. Я думаю, что Саша бы сделал этот минус. Подобрал себе девайс поинтереснее, ежели Сизи 75 Ауто. И, ну, просто бы попробовал зарешать. В клатч-моментах Саша идеально выполняет свою роль. Мы уже видели это неоднократно. Пока что играет Норс и втроем, потому что у Вальдемара и Ника статистика 0-0-0. И вполне себе, ну, там 2 раз ходили на Б игроки команды, НАВИ, а там как раз идет на Зарби, АМСЛ и Эйзи вдвоем справлялись. Втроем справлялись довольно просто. Так, ну что, Флэйми закидывает каешку. Да, кстати, это правильное замечание. Спасибо большое, Олег. Потому что, да, действительно, на третьем раунде команда НАВИ идет форсы. Что означает, что либо это сверхгиперинтересный план, либо пацаны реально подгорели. И такие, давай утащим форсанем в третьем раунде. Окей, этот раунд, это теперь очень большая ответственность. И надеемся, что получится. Может быть, Ника пока что за курилкой находится. Так, Вальдемар уже минусует Флэйме. Дальше, какие действия? Электроник горит, горит. Электроник сгорел, нет, не сгорел. Все-таки Электроник минусует МСЛ. 4 хп, это очень мало. Здесь Вальдемар в упоре под стеном находится. Возможно, еще сейчас кого-нибудь минуснет. Если она идет... Эйзи уже закрывает оппонентов. О, просто жесть, какая симпл минусует Эйзи. 2 в 3. Ну, здесь какая-то должна быть просто невероятная реакция и скилл от ребят из команды НАВИ. То есть Электроник с 4 хп, симпл с деглом. Да, вроде бы есть старый армор и бомба под контролем команды НАВИ, но 30 секунд. Нужно решаться прямо сейчас. А если смог какой-нибудь, нет. Нужно выходить просто на, не знаю, какую-то сумасшедшую реакцию, чтобы кто-то прочекал под вазонами. Там есть игрок... А нет, симпл пошел на аплент, тиммейт пошел на точку Б, но это ловушка для каждого из них. Фактически. Так. Керби. Минус от Элика. Симпл... Нет, подожди. Симпл убивали твой Демара. А что там? Они разминулись, что ли? Симпл! Стоп! Стоп! А Элик выжил. Его остался шаг до смерти. Он сдал назад. На Б-пленте. Теперь Керби остается один. Ого. Это... Что? Ничего себе. Нет, это прямо очень серьезно. Ребята спрятались в итоге в коврах оба порыщам. То есть одного там человека, наверное, ожидали бы, а второго нет. Возможно, Керби подумает, что второй на тюрьме, например, находится. Возможно, подумает, что на коврилке находится. Нет. Только не ковры. Только не ковры. Господи, просто. Хотя нет. Видимо пойдет на шорт. Ау! Наверное думает, что второй где-то здесь. А второй на ков... Услышал? Неужели услышал? Нет. Элик не полезет. Эти самые четыре ХП при встрече с Керби... Керби умрет, во-первых. Раз. Во-вторых, эта отложенная смерть электроника позволила выиграть данный раунд. Как Симпл забожил фракс. Вот они. Моменты одного, второго в пленте. Изи. Точнее, за плентом моментально достает бомбу и начинает ставить буквально за пару секунд до окончания раунда. Богоподобная игра от Саши Симпла и шансы для команды мячевых решений. Необходимо, вообще-то, подфармить деньги, потому что иначе они очень сильно просядут. Действительно, четыре СМГшки. Керби получает немного ПХП. Не то чтобы суперважно здесь. Так. И... А! Во! Смотри, какая важная штука. Банан от Нави. За атаку. То есть там хоть кто-то есть теперь. Ура. Так. Леви против Нико. Есть размен от Вани Эдварда. Это уже неплохо. А то, казалось бы, что, может быть, пять в четыре и еще дадут игроку отойти. А тут эмочка от Вальдемара. Четыре в три. Меньшество для команды Нави. Пока что Мактене никак... Ну, только один фраг и особо не реализованный. Я думал, что это будет Вегас Квадро Стайл. Тупо на ноге влетает на точку Б. Раздавливая абсолютно все, что попадается на пути и всех. Но нет. Это был какой-то такой вариант. Давайте поищем. Давайте посмотрим. И мы досмотрели из-за того, чтобы мы потеряли вообще преимущество. МСЛ. Я слышал оппонента. Матиас, скорее, сейчас реализирует своим ребятам. Вальдемару тяжеловато здесь немножко работать. Пытается голову найти. Но прячется. У-у-у. Так, все-таки Зевс вскрывает лицо МСЛ. Разменял Айджелла вражеского коллектива. Сам остался в живых Керби. Просто врывается. Просто на ноге сразу же вот сюда. Зевс слышит оппонента. Зевс, 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 Зевс так прыгает вниз. Вот здесь вот очень тяжело против Керби будет работать. Но Керби теряет свои позиции, потому что отличный смок от команды НАТО с Винцера. Под платио находится еще один игрок команды Норс. Но вот этот вот треугольничек, опять же, копье вот это сбить будет очень сложно ребятам из Норсов. Да и сами Норсы двигаются весьма неплохо. Но вот Симпл с Калашом действительно ключевая персона в этом сражении. Замечает одного, убивает. А Вальдемар и Керби никуда уже не пойдут. Будут цевить эмочку. Не будут. Подождите, Вальдемар убивает одного. Но дефюс киты непонятно, где вообще валяются. И нужно просто-напросто отойти. И отличная работа от Нави. Зевс помог. Ну и, соответственно, не без врага от Симпла. Все это дело удалось. А тут же бежит и Зевс погибает. И, по-моему, нет, Симпл там выживет. Должен выживать, но второй армор, да, его еще будет спасать. Да и бомба была поставлена немножко подальше, судя по всему. Почти убил Керби, кстати говоря. Но Керби выжил. Команда НАТО с Винцера берет себя в руки. Рискует очень сильно. И делает совершенно необычный раунд, который... То есть такие раунды происходят. Почти никогда, например, в данной ситуации. И сразу же после этого раунда возвращается на счет 2-2. Но тут, да. Берет еще один, да, и возвращается на счет 2-2. Это здорово. Такое наблюдает очень здорово. Погибает от Зевса Вальдемар. Даня себя тушит. Это была эмочка от команды Норс. Вернуть ее получится ли? Да, тут еще и смог. Халявный можно Герби отойти. Еще один опаснейший игрок датской команды. Его тоже ждет опасаться. Вообще мы видели Норс абсолютно в другом амплуат. Такая доминация была вспоминает до сих пор мурашки по всему телу. Поэтому здесь Норсов нужно опасаться в любом количестве с одним-двумя девайсами. Это не факт, что вот... Обычно говоришь, ну вот у них два девайса, максимум грамотно сыграть. Ничего подобного. Ну а Норсы показали такое, что я спать буду плохо сегодня. Такая же история. Тем более после таких каток. Все-таки наш коллектив. Герби убивает Эдварда. Здесь болей, не болей. Будь нейтральным, не будь нейтральным. Но полдуши все равно и полсердца отдаешь. Команде Нави на самом деле. Так или иначе. Флэмми убивает МСЛ. Три человека остается у Норсов. Два плюс один АБ. Нави необходимо застакаться. Но некоторым, скажем так, умным образом. Скорее всего, все-таки не с одной и той же позиции. Пытается Флэмми зачекать тюрьму. Опять же, грабли там. Метлует он, который за тюрьмой находится. Но там все-таки нет оппонентов. Это слишком открытая бы позиция была. Теперь Керби. Все-таки Симпл зачекал Флэмми еще минус 0 Ника. И полностью аплэм скрыт. Идеально причем, да. То есть никого не потеряли на Ату с Винсера. Эйзи остается не у дел. Наверное, есть смысл полюрковать. На самом деле, не знаю. С деглом. То есть какой-то экзит-фраг найти. Тем более, что за ним еще охота пошла. Если Эйзи сейчас дегла перестреляет, то заберет. Перестреливает, слушай, забирает калаш. А, там Зест бежит по секонд-миду. И Эйзи, соответственно, забирает калашников. Просто мчится обратно. Не, не мчится. Просто стоит и ждет. Неплохо. И Нави на эти поиски особо вроде как идут. Но неохотно. А Эйзи тем временем может убежать уже, не знаю, куда угодно. Вот тот раунд, который второй, все еще, третий, точнее, прошу прощения, все еще бьет по экономике Натус Винсера. То есть это были вложения. Я даже не знаю, как описать. Вот кто совсем old fuck, old fuck. Это стимпак из Старкрафта, короче говоря. Если правильно это объяснять. У Маринов, если вы помните, что делает стимпак конкретно. Вот этот раунд, это был стимпак. То есть, да, вы становитесь действительно сильнее. Вы действительно убиваете оппонентов, но в макро игре, в экономике Нави до сих пор страдают от этого раунда, что самое забавное. Хотя, опять же, это позволило им уйти в счет. То есть они разменялись. Они продали вот эту вот силу, да, экономическую дьяволу, собственно, за эти раунды. То есть размен, в общем-то, в плюс, как говорится. 2-3. Ну, теперь байраунд от коллектива North, размен хаешками. Пока никто никого не прибывает этими самыми гранатами. Все ждали, и никто, соответственно, не подставляется. Молотов хороший, прям бутылкой по лицу, но электроник подставил немножко хаешки. Эйзи за цементом, это будет, возможно, встреча. Зевс выбирает хорошую позицию, но Эйзи замечает Зевса первым. Смагибает также МСЛ 4 в 4. И выход на плач коллектива Нави. Полетели на наши ребята. И Симпл залетает, кстати, под сети, и Киарпи должен сейчас услышать до 100%. Симпл плохо слышит. Слышит то, что эта библиотека будет. Готов принимать библиотеку, Нико минусует электроника. Симпл знает то, что там есть тапонет, не получается его убивать. А вот теперь очень сложно будет, скорее всего. Эдвард все-таки падает от Нико. Ой-ой-ой, как тяжело. Вдвоем Флейми и Симпл. Ну, Флеймич где-то на пленте. Да, у него бомба, он понимает, что на курилке есть тапонет. О, вот это вот интересный килл получается. Симпл, конечно же, пошел сразу же на А ковры. Флэшка, флэшка, Хаешка, неплохо. Керби можно похоронить, Хаешка, если получится, опять же. Ой-ой-ой, опасная история какая, надо спрятаться. Так, от Флеймича будет ли Хаешка под малые пески, интересно? Должна быть. Ну, вот, вот, ну страшно, я думаю, ее доставать сейчас. Будут, походу, просто сальфлоты на Хаешка, не особо она чего делает. Симпл, Симпл, Симпл против Эйзи, один на один, ситуация! Все-таки Симпл выигрывает. Но как же на Тоненьковой снова в ключевых ролях Саша? Тащится все в основном на плечах Александра. Тут без проблем Симплуха-братуха. Реально, вот, ванлав сердечком. Еще полсердечка, получается целое сердечко от комбинаторов Студеруха. Великолепно. Нет, слово денег у команды Норсу. И за счет того форса, который на Ави выиграли, сумасшедшим вообще образом, Ави берут уже четыре раунда подряд. Ну, соответственно, Норсу имеют лузовый стрик в четыре, возможно, даже в пять уже после этого. Получат по три четыреста и будут получать до тех пор, пока сами раунд не возьмут. Ну и... Пистолеты. Пистолеты от Норс здесь. Седьмой раунд первой половины. Гранат нет. У Ника есть кевлар. Под чешку, чтобы... Ну, им панчи наловить, собственно, чтобы прицел не тряс. Мало ли друг в голову залетит. Как-то поприятнее будет. Ну, это все с точки зрения арсенала для Норсов. Ну, и если спокойно на Ави будут... Так, а вот это вот опасная ситуация. Здесь Матерс... Не, Матерс успевает лицо. Опять же, все вроде... Ну, вполне нормально получается. Вопросы, наверное, к Нику как раз, да? То есть он более будет спускаться. ERB опасная история, но все вроде обошлось. Все ловит вообще. Все позиции просто чекают. Нави справились с моральным давлением от прошлой... Пока что, из того, что я вижу, с моральным давлением от прошлой карты. Нави справились с тем, что они начали Инферно... Вообще-то плохо. В смысле, реально плохо. И теперь они аккуратненько сейчас забираются в гору. И у них получается. То есть пока вроде давят. И получается, что они маловажны за атаку. Если мы видели атаку на трейне вообще никакущую. Точнее, защиту от Норс сумасшедшую. Нави не могли с этим ничего поделать. То сейчас сами Нави уже пять раундов подряд в атаке показывают весьма крутые вещи. За что, ребятам, огромный респект. Эйзи пытается жить. Эйзи здесь уже никуда не уйдет. Хотя, возможно, даст финальный враг. Нет ничего ли дает. Это 5-2 в пользу команды Нави. Но теперь нужно опасаться снайперской винтовки от Норс. Возможно, даже два ВП появятся на руках у команды защиты. Эдвард вытирает лицо. Да, потеют просто, как в последний раз, на самом деле, на Тус Винсера. Здесь безумно тяжелые игровые ситуации. В каждый раунд отдается какое-то громадное количество сил. Очень тяжело против таких Норсов играть. Я их в такой форме, например, не ожидал. Я уже повторяюсь, но еще раз повторюсь. То есть это просто шесть какая-то. Это реально львы, с которыми есть смысл считаться. Потому что если вы не считаетесь, они вас просто сожрут. К чертовой матери. И не подавятся. Согласен. Четыре МК четвертых плюс АВП от команды Норс. То есть это девайсный раунд. И Нави это понимают. Война за банан. В процессе. Масшедшая абсолютно. Да, в процессе. Но очень тяжело. Пока что вроде КТ ее выигрывает. Но Элик не хочет отпускать. Тут просто куча молотовых. Наразу 4, а может быть 5 и 6. Электроника собирает МСЛ. Это был снайпер команды Норс. Еще и капитан. Дана побольше возможностей. Но по точке Б по-прежнему двое игроков защиты. А значит расслабляться ни в коем случае не стоит. Снайперскую винтовку пытаются где-то здесь. Да. Берет весь Зевс Даня. И Калашников передает Симплу. Вообще отлично. По-моему у Зевса был Мактен. И это вообще какой-то подарок. Неплохо. Да, слушай. Здесь по девайсикам интересно получилось. В итоге. Ну и тут пока что на плент. Ребята из команды Натус Винсера. Слушай, что там у нас по пленту? Нужен радар. Нужна карта. Так. Ага. Есть. Вальдемар. Зеленку прикрывает. Опять же лонг. И на шарте находится еще один игрок. Это у нас Нимко. Плэмич закидывает на курилку. Гранаточку. Это был Молик. Симпл получает уже подаркой там подарок. Все красавит. Минусует Вальдемара. У-у-у. Азевса еще залетает. Слушай, даблкил. Даня. Умничка. Даня прошелся по Молтову. Дал фраг. Вышел. Нашел под балконом еще одного. И дал еще великой аппетитный хэдшот. Моментальный. Практически шестого. Он для Нави. Теперь уже Норс. Ничего не могут поделать против коллектива Нави. Это, конечно, здорово. Это круто сейчас смотрится от наших ребят. Прям вот. Респектос. One love. Это прям бодро. Да, согласен. Это неплохо. Эйзи и Керби остаются вдвоем. Ну и Маркус здесь на цементе в черче сидит. Опять же, опасная позиция в том плане то, что здесь вообще-то можно отъезжать чуть ли не в троем команде Нави. Сейчас плохие у меня предчувствия какие-то. Так, заметил Ларик. Так, а не помог, да, Эйзи? Ну, Эйзи, ты отлетаешь. В итоге, да, двоих потеряли, действительно. Не троих, а двоих. Здесь я немножко ошибся. Но то, что вот Эйзи своему товарищу не помог, если бы помог именно в этот момент, то, наверное, остатки команды Норс похоронили бы больше игроков на Тусвинцера. 2-6 на счет на табло. Пока неплохо на атаке. Да здорово на атаке, почему неплохо, здорово. 9 на 4 идет Симпл, Уэйзи, конечно, побольше фрагов, но это никак не помогает Норсамы брать раунды, что самое важное. В принципе, набрать шанс раундов, по большему счету. А как это уже сделано, это уже отдельная история. Цитаты великих. Да, 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 да. Без проблем. Обращайтесь, я вам нацитирую вообще. Я можете потом. Как сказал великий Дэвид Стетхам, зимой под штанники носите, будет тепло. Кербия стоит под парапетом. Зевс все-таки не справляется, но Симпл на размене, курочка была свидетелем данных смертей. Электроник пока что хочет все еще стоять на банане, потому что команда Na'Vi поработала над своим Дэйнферно в рамках DreamHack Stockholm. Они посмотрели свои же демки. Кейн пообщался, Зевс тоже там. Вот это все, все классно сделали, молодцы. Вот лично я, например, из того, что вижу, я вижу то, что они действительно поработали над ошибками. Это очень круто. МСЛ все-таки убивает Эдварда в меньшинстве команды Na'Vi, а ведь они боролись против пистолетов. Вопрос теперь, куда пойдут? И смогут ли побороть вот то, что сейчас осталось от коллектива Норс? Осталось три человека. Флэмми получает, правда, очень много дэмэджа, но пошел тиммейт. Электроник, Суперсоник двигается в направлении шарта, а под балкончик даже нет. В апартах находится Нико МСЛ на пленте. И вот это хороший крусфайр для команды Норс. Смог полетел, тут же находит одного, но нет, Нико выходит в спиночку. И может сейчас МСЛ даже не прочекать, хотя по МСЛ информация должна быть. И тиммейт стягивает, МСЛ забирает Флэмми, остается последний Симпл с Калашом. 20 секунд времени и раз, хедшот МСЛ великолепно отработал с деглом, три фрага. Вот он, вот он, герой. Пистолетом, дорогие друзья, был слит этот раунд от команды Натас Винцера. Три патроны, три попадания. Но таким пистолетом, ну не стыдно вообще-то. Вообще-то что-то сильно как-то. Да, Матиас, да, черт возьми, ты хорош. Да, да, все именно так. Тяжело против таких Норсов. Я уже говорил, все еще тяжело, ничего не поменялось. Сейчас еще подсоберутся немножко Норс. И как я понимаю, это от них пауза как раз тактическая, потому что очень долго нам их показывают. То бишь они сейчас выиграли раунд и теперь, наверное, поставили паузу, как я понимаю, и продолжают общаться. Ну, не уверен. Вот я просто не вижу то, что надпись пауза есть. То есть, может быть, они на фристайме общаются, потому что на Дрэмхаках тренер может общаться со своими товарищами, с игроками. Ну, вообще, очень похоже, вот чертовски похоже на наш прошлый матч MoSports против команды Face, где тоже Face наказали на одной карте. Тут у нас тоже был разрыв. И потом начали MoSports камбэч сами навязывать игру. Так и получается сейчас. Да, взятый раунд от команды Норс, довольно обидный. Нави должны были выходить на счет 7-2 и только потом уже куроресить во всех позициях. Но фактически отдали три девайса. Ну, там два. Вряд ли третий успели подобрать. Нет, два калаша с Найперской винтовкой. Это непонятно вообще. Вон, только два калаша унесли из того самого Норсы. Но это минус экономика, какая-никакая у команды Нави. В случае поражения денег будет у них, кстати говоря, на бай. Но все равно неприятно, когда должны были. Ой, как рискует сейчас Эдвард. Ой, как рискует. Там какой-то просвет и может Эдвард отъехать. Ну, МСЛ все равно не стреляет. Отвлекается на смог, конечно же. 3 плюс 2, АБ стоит, ребята, из команды Норс. Так, минуты еще команды Нави. Гранаты тоже есть. Все вроде прекрасно, все в порядке. Да, кстати, это была пауза, если что, от команды Норс. Дорогие друзья, я информацию получил и знал, поэтому да. То есть они пообщались, и они хотят Нави действительно остановить и выломать вообще экономический хребет своим оппонентам, соответственно. Но у Нави борются это не так-то просто сделать. Забег на Б или фейк на Б? Надо понять. Так, все-таки, видимо, фейк на Б. Опа! Кербит целуется с электроником в то же самое время. А вы очень далеко от Аплента, дорогие друзья. А вы очень далеко. А вы пока подходите. МСЛ делает килл по Зевсу. Слишком долго, слишком читаемо. Сейчас уже Нико промахивается своим же моликом. Залезает вторую. Теперь между болотовыми Ихо не может ничего сделать. Уже стоит между моликами. Вальдемар делает даблкил. Симпал отлетает от МСЛ. Какой-то супер простурант показали Нави. Зевс вышел в мидл просто так. Снайпер его ждал, а снайпер убил. Ну и даже с ошибками команды Норсу, с этим моликом, все равно Нави не смогли ничего абсолютно поделать. Никого убить не смогли. И получился такой вот какой-то бесхребетный вообще абсолютно выход. Куда-либо. Электроник там пытался в смоки пройти. Не ожидал, что, наверное, там будет игрок или будет так близко, что действительно просто получили вот по шапке и на этом не отъехали. Два галила, три калашниковых. Какая-то раскидочка имеется команды Нави. Эйзи запускает через молик, занимает позиции, смотрит бревна. Но на дальше смог не идет, потому что, ну, конечно, будет смертельный номер. Два галила. Немножко по боевой мощи проседают, конечно, на то с Винсера. Ну да, четыре калаша против них. По той самой Firepower, как Степа здесь говорил. Да, и вот тяжеловато будет. А снайперская винтовка в защите, между прочим. И причем МСЛ, он в последнее время вообще не промахивается, в принципе. И, ну, я не знаю. Ну, сложно. Четыре человека, кстати, укрепление А-плента. Основного снайпера, точнее МСЛ, ну, то есть он, видимо, я не знаю, уже основной снайпер, бог его знает, оставляет в итоге на Б под банан. Вообще-то дефолт, на самом деле. Вообще-то многие так делают, в принципе. Матяс. Промахнулся. Молик и отойти. Не отходит. А вот теперь точно Молика понимает, а отпустят ли Нави. Вот теперь Нави должны отпускать. Уже нельзя бежать. Уже никак. Ну, вообще, да, Матис сыграл очень здорово. Выстил СВП, да, второй промах. Но все равно Нави не полезли, боясь, что снайперская винтовка может еще раз сработать. И в этот раз уже не промазать. Итак, уже потеряли электроника. Одного из основных бойцов команды Нави. Эйзи на прочеке. Сейчас плечиком. Да, отлично. Флешка пошла. Какой выход от Эйзи. Флешка в угол моментально. Просто присылает Эдварду хэдшот, который пытался то ли отвернуться, то ли не поверил в то, что такое возможно. Отличный молдов от ИК. Симпл зерстает по минусу, но Вальдемар не считается в этой позиции. Выходит также флэм. Погибает 10 секунд. 9 секунд. И все-таки последний Симпл тоже отваливается от Вальдемара. Это трипл килл для Вальды. И пятый раунд. Терминатор. Машина. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это. Да, слушай, нет. Это серьезно. Я понял. Я понял. Это что за жест такой вообще? Это пыль с пиджачка. Типа вот это. Вот это. Не ощутил, не почувствовал. Изи. Говорит нам Вальдемар. Как бы говорит это в камеру. Очень уверенный и самоуверенный молодой человек в данном случае. Но он был лучшим на трейнере. 21 на 5 была статистика. Чего бы ему дальше-то не идти по камеру. Это серьезное заявление. Я хочу его проверить. Я хочу. Хочу. Пистолеты не дефолтная от команды Натус Винсера. Сейчас тебе, возможно, Вальдемар еще раз покажет фокусы против Нави. Но это не точная бедж. Хотя нет, Вальдемар очень крут. К нему иногда были вопросы. Но это было до этого турнира. Потому что Вальдемар выступал крайне нестабильно. Но сейчас все нарсы подключились. Показывают очень крутую игру. Поэтому ни к одному из этих товарищей вопросов лично у меня не возникает. Ни к Ника. Тем более, потому что Ника чувствует себя очень круто. МСЛ с ВП, когда увидел первый раз. Вот после этих изменений в составах Норс и Хероик. Я только думаю. Ага. Ника на ВП. Это не так разъядит. А тут вот так. И Эйзи забирает Зевса. Пробивает очень сильно Симпла. Еще и Молик на отход. Поэтому все отлично для товарищей Симплоды Норс. Четыре человека у Натус Винсера остаются. Пару P250-х. Пара деглов. Нету гранат. Тяжело будет что-то здесь придумать. А плент, возможно, будет широковат для таких пистолетов. Но, может быть, у Na'Vi есть какие-то свои игровые решения. Типа сплит B. Пример, который они готовят, видимо, прямо сейчас. Но МСЛ вообще-то закрывает всю эту петрушку. Матиас. О, промахнулся. Ну-ка, есть. У-у-у, отелика тут залетает прямо в лицо. Надо... Так, это не сплит. Вы сплитите B. Вы не сплитите. Вы офф тайминг сплитите B. Вы офф тайминг сплитите B. Я понял. Кербе начинает нервничать. Но не вовремя там вышел. Ай, какие позиции для Эйзи. 25 секунд остается. Нету времени у команды. Она с пистолетом не проигрывает этот раунд. 100%. Ну, хотя бы Эдвард слил АВП. Это уже неплохо. Но, действительно, очень долго выходили Na'Vi. Все вот это движение, пока они там ждали. Где-то оппонентов, пока дадут свои. А своих поубивали на сети. И вариантов особо не было. У Na'Vi они просто погибли. Единственное, что вынесли из этого раунда, это АВП. Не более того. Хотя, вот я не знаю, придет ли Ване обратно что-нибудь взамен. Да, калашников есть. Тарай армуры есть. Команда Na'Vi заряжена на то, чтобы убивать. После 60 взятых раундов подряд подают уже 4. Такая вот серия получается для команды North. Но, вроде бы, можно играть. И MSL мажет под ревшанс. Нет, Electronic погибает. Хотя идея команды Na'Vi была интересная. На неожиданности попробовать вырубить снайпера. Это уже с ним был. Неужели будет еще? Бау! Еще от MSL. Бау! Еще от MSL. Минус 4 на ровном месте. Na'Vi посыпались. Остается последний Эдвард. И он не удел. Сейчас ничего не сделает. Две флешки не помогут выиграть раунд. Это седьмое для North. Вопрос, когда? Вопрос, что будет делать Эдвард с точки зрения экстракшена из раунда. Живым или мертвым вопрос. Ну, то есть, я не знаю, какие у него идеи. Это сейф. Это сидеть до самого конца целую минуту. Это идти суицидничать и кого-то забрать с собой. Одного, двух, сколько угодно. То есть, варианты есть. Вопрос именно как. Но он не выиграет раунд. Нет, здесь не получится. Ну, типа, дать время команде еще поговорить. В более-менее такой спокойной установке. Потому что, ну, тащить клатч-бомбу в абсолютно другом месте. На другом конце карты. Ее контролят еще пять выживших оппонентов. Никто из тиммейтов не смог сделать минус. Но МСЛ, конечно, боженька. Как он там сделал четыре выстрела из симпл в блайнде, что тоже помогло. Эдвард слышит Вальдемара. Ну, хотя бы фрагов поделать, да, Эдвард? Сейчас на ножа давай. На ножа. Кабанчика! Кабанчика нет. Ну, хотя бы так. Один фраг сделал. Есть фраг. Но охота сразу же на Эдварда. А и МСЛ уже хочет себе эйс и где-то близко. Кстати, да. Слушай, а очень близко, между прочим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. У-у-у, хороший экзит фраги. Жи-жи-жи. А, тут никак не. Нет, все-таки Эдвард умирает. Но это минус два от него. Я думаю, что в данной ситуации сделал все возможное. Вот они, раз. Электроника, который решил тут. Симпл в полном блайнде решил не отступать. Пошел еще один. Это уже в флейме попытка. А там хороший был развод от тиммейта. Он прыгал в яму, байтил на себя. Это был Зевс. Но МСЛ не проведешь. МСЛ просто сыграл идеально. И форс от команды Na'Vi. Два калаша. Мак-10, Диггл и одна чешка. Плюс неплохой набор гранат. Но Na'Vi решили, что нужно действовать уже сейчас. И действовать каждый раунд. Хаешка прилетает электронику. Очень больно. Флейме наказывает Вальдемара с Дигла. По-моему, Флейме там где-то нашел его на апартаментах. На втором миде где-то загулял Вальдемар. И хороший шанс и возможность выйти на того Эйзи. Да, смотри, как интересно получается. Но только они, конечно, об этом не знают. Может быть, там укрепление 3 человека на ранних таймингах. Может быть, уже 2, например, с пересадкой по спидвы. Пода Эйзи. Один. Один. Раз килл, два килл. Нормально. Три килл. Тут даже 4. Неужели будет нять? 4 все-таки не будет. Девса Симпл остается вдвоем. Здесь, конечно же, подмога из команды Норс. Эйзи сделал вообще все возможное. В какой форме? Бешеной форме команды Норс. Это просто невозможно. Я их никогда такими не видел. МСЛ никогда в жизни таким не видел вообще. Эйзи выиграл раунд для команды Норс сейчас. Он просто затопил по троим. И только после этого погиб. И это вообще полная ингиляция от команды Норс. Да, начало немножко залили. Хотя были в буквально одном фраге от того, чтобы идти и доминировать на защите все это время. Но им нужен был этот самый пинок от Нави, чтобы вот так вот зажечь. И как же поздно отреагировал Электроник. Там уже его тимметов убивали секунды, наверное, 2-2,5-3, может быть. И только после этого он получил информацию, что на гробах находится игрок защиты. И сам ничего не смог поделать даже с этим. 8-6. У Нави есть деньги на бай. Все-таки бомба стояла. Снайперская винтовка. Плюс 4 галаша. В ближних позициях находится МСЛ. Но на секонд-миде никто из команды Нави не идет. Потому что аналогично. Если Молотов на мидл и не дает тебе выйти, то где-то на секонд-миде. Или пойдет Флэмми. Нет. Последний раунд первой половины на ваших экранах, дорогие друзья. Команда Норс выигрывает первую половину до Инферно на стороне защиты. 4 клаша плюс АВП есть у Нави. Гранаты есть у Нави. Все есть для того, чтобы взять свой седьмой. Ну, седьмой. Я уже как-то присвоил им свой седьмой. Может быть, верю. Наверное. Наверное. Возможно, есть у Нави какие-то идеи под конкретный этот раунд. Ну, смотри. Симпла контрят. Симпл имеет статистику 11 на 10. То есть, у него было 9 фрагов раундов. Так, 5 назад, наверное, мы отмечали, когда еще Нави набирала раунды. Там было 9 фрагов, по-моему, да. Сейчас на один побольше, или на два. То есть, Симпла выключает раз за разом МСЛ. Да кто угодно. И, ну, Саше не хватает на карте в данный момент. Возможно, за диффенс с снайперской винтовкой будет творить вещи ничем не хуже, чем МСЛ. И мы увидим, ну, такую достойную борьбу, когда команда Нави нас сможет действительно вязать бой таким жестким и сильным нарсам. 35 секунд. Аплент. Это будет аплент. Хотя и так-то понятно, тут всякая команда Натус Винсера. Ника находится на курилке. Так, МСЛ отходит назад на плент. Забег команды Натус Винсера. МСЛ не промахивается. Выходит все-таки балкон. Балкон занимается своей работой. Матиас ослепленный. Да не совсем. Пум! От Матиаса нет. Все-таки не залетает. Симпл снимает МСЛ. Господи, Вальдемар делает даблкил. Симпл по Вальдемару проходится в то же самое время. Керби пытается запить угадывать, где находится оппонент. Не угадывает он в итоге, где находится оппонент. Два на два. Ну вот ключевой. Бомба стоит. Дефюски-то есть. Молотов есть. У Эйзи можно попробовать закинуть. И вроде бы Саша заметил игрока. И текстурку его можно попробовать. Прострел. Нет. Совсем удачно. Есть флешка еще у команды Нави. Сам ВП пытается чекать еще позиции. Флешка еще одна. Немножко выиграет время Саша. Но Керби все равно идет и... Как же близок Симпл к тому, чтобы сделать свой минус. И Симпл находит фраг. По Керби остается последней выжившей Эйзи, по которому была тоже информация. С ним уже справляется Электроник. 13 на 10 идет Саша. Ну а вся команда Нави даже десятки не имеет. Хотя Норсы... Пока что у Норс позади только Ника. У него 6 на 8. А остальных 16, 14, 13, 10. То есть Норсы идут вот прям очень хорошо по фрагам. Прям здорово. Вот это незаконная тема от Эйзи. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Просто жесть какая-то. Джон Вик какой-то, я не знаю. Да, убил там 3,5 человека. Не, ну в смысле... Это какая-то бешеная форма отдельно взятого человека. Вы мыслили бешеная форма, опять же, отдельно взятого человека. С зрения... Вот это вот просто пик и мощности человеческий. За этим смотреть, ты смотришь, как танец мечей просто. Балет какой-то настоящий на льду. Это лучшее вообще, что я вижу в этой... Я не знаю, называется, это просто какие-то... Бесконечно позитивные эмоции, на самом деле. И бесконечно напряженные, кстати говоря. Потому что Na'Vi встретила реально достойного противника в этом четвертьфинале. И как же им тяжело просто превозмогать этих львов. Я так понимаю, что я смотрю на уровень команды и понимаю, что фойзам вообще не было бы просто с кем-либо. То есть они могли бы попасть в полуфинал довольно просто, если бы попались против героиков. И то это не точно. Потому что наказывают, там и Нипы наказывают, и Остралисы наказывают, и Мибры в хорошей форме. Моуза, что уж говорить, которые и так отлетели по езам. Здорово. Но начало второго пистолетного раунда. Эйзи уже оформляет первый кем-либо седло. Опять этот парень. Опять этот парень. Это знаешь как? Ты и сын маминой подруги. Вот это он. Да, да, да. На пистолетных раундах. Четыре Юспа остаёт своей командой Na'Vi. Без гранат, без всего. Ребята пытаются угадать, что это типа будет B. Перетягиваются вообще все. Аплент абсолютно голый, пустой, заброшенный. И пока Типоля, собственно. Может быть, и угадают. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот теперь это чистая рулетка. Куда пойдут Нарсы? Ну, вообще да. Ясно, понятно. Нами решили угадать, но не угадали. Не угадали. Да, тут вообще полностью Нарсы переграли. Я даже не знаю, пойдут ли нами на ретейк. В этом случае, когда они полностью отпустили позиции, теперь уже понимают, что ага. А мы вообще всё отпустили, полностью прыгали. Смог лежит на малых песках, и Na'Vi никуда не пойдут. Вот тена. Вот такой довольно простой раунд, который Na'Vi решили сыграть, вроде как на верочку, 50 на 50, но получилось совершенно наоборот. И только один погибший — это Симпл. Да. Редко такое бывает. Редко, очень редко. Здесь, видишь, Na'Vi поставили на этот самый B-Plant всё, что могли для того, чтобы закрыть Комодонорс в ловушку, но не получилось. Я не уверен, что если бы, например, они в дефолтах остались, прошу прощения, то было бы как-то лучше. То есть, мне кажется, это решение хорошее, просто реально монетка. Либо то, либо то. И в итоге не вышло. Команда Норс берёт пистолетный раунд. Форсить Na'Vi будут на КТ же стороне, да? То есть, тут с Т стороной так не поиграешь со ранними девайсами. Такого не существует. Значит, наверное, будет форс от ребят с тремя деглами, двумя чешками. Наверное, скорее всего, может быть сложный вопрос. А, Норсы даже ставят паузу. Они всё ещё хотят не дать и не отдаться на самом деле форс-раунду команды Na'Vi и, в принципе, опять же, поломать их и морально, и, впрочем, интеллектуально внутри раундов, опять же, и так далее. Норсы молодцы. Подопустил зал, кстати говоря, потому что с задних и боковых рядов поуходили люди. И, ну, где-то вот такие... Не, ну, там поздновато уже. Да, соглашусь, поздновато, да и любимчики уже не играют. Тут возможно поболеть за Норс. Конечно, есть фанаты у команды Na'Vi. Сто процентов есть, но как-то опустил зал. Всё-таки. Хотя учебный год начался уже, и играть не в форс-раунду тоже. Какие-то моменты связаны. Два юмпа, недефолтный пистолет от Na'Vi. Первый, второй армуры. Ну, и какая-то раскидочка тоже имеется у ребят из Na'Vi. Хаёшка немножко неточная от игрока с защитой. Но, в целом, сами игроки с защитой тут тоже получили. Оставили лишь одного Зевса. Это же не Зевса, а Эдварда с 5-7 по точке B и укрепление Аплента. Ну, в любом случае, после предыдущего раунда у команды Na'Vi все-таки есть 4 кевлара, которые они засейвили, кстати говоря. И поэтому они дозакупили здесь. И прям интересный форс получается, да? То есть юмпы, 5-7, дигл, чешка. А не вот 3 дигла, да, например, о чешке. То есть еще и пару маленьких СМГ-шных автоматов. Это, может быть, сыграет какую-то роль позитивную. То есть не негативную, а именно позитивную. Я сейчас, я бы хотел посмотреть, очень интересно. Так, Норсы выходят на ребра. Здесь их ждет Флейме. Главное с гранатой не ошибиться. Ровно по таймингу меняет смог в итоге, обновляет его точнее. Так, ну-ка, через шорт ребята из команды Норсы уже забегают. И команда Na'Vi ваше действие. Электронный снимает МССЛ и не получается работать с балконом. Перезарядка не вовремя. Симпл делает еще один келл достаточно мало. Эдвард и Симпл остается в дом. Симпл! Перезарядка не вовремя. Эдвард! А Эдвард пока что не уделал. И он один в два. Ну и теперь помощь от него должна быть для всей команды Na'Vi. Потому что к нему в помощь никто уже не придет. Лежат тиммейты из 5-7. Замечает Нико. Но тут же спайрит. Получает еще и он по голове. Но из клаша Керби не оставляет шансов в команде Na'Vi. Танцует фанат и фанатка, я так понимаю, команды Норс. Хотя это непонятно. Мальчик-девочка. Но там это не важно. Главное, что футболка Норс. Сразу понятно, за кого ребята болеют. Так, пока что на второй половине у Na'Vi в начале половины тоже некоторые проблемы. Да, это будет с фулэко, потому что здесь уже без вариантов. Одиннадцатый раунд для команды Норс будет очень-очень скоро. С фулэко вряд ли получится что-то сделать. Хотя, конечно, бывают такие чудеса. Но они на самом деле действительно крайне редки. И опять же, возможно, Норсы в каких-то микромоментах ошибутся или в тактических моментах. Но против юспов вообще-то тоже не страшно. То есть юспы обычно вообще все прощают. Да. Симпл получается с хаешек довольно много демажа. Вот там есть двое тиммейтов помощи. Оба ниндзи спрятались за цементом. Пошло Фармилова. Ника три хп. Тут же Ника дает еще один фраг. Кьярби забержает еще и флейми. Остается лишь один игрок, который может здесь что-то решить. Но это вряд ли. Это Электроник с юспом. И да, битый Ника, битый Кьярби. Но никто из них на контакт не идет. Эмма стрель убивает Кьярби за то, что тот убил Электроник. За то, что мы слишком сильны мы. Матяс говорит. Слушай, надо тебя минуснуть. Мы просто невероятно крутые. Сорян, Маркус. Кьярби, ты отлетаешь сегодня. Зевс остается последний. Это всего лишь юсп. В принципе, можно по коврам погулять, посмотреть, что вообще здесь происходит. 15 фрагов у Симпла. 7997 у остальных от Электроника до Эдварда. Включая флейми и Зевс, конечно же. По поводу АДРа до слотки никто не дошел. Но при этом Мейзи разрывает лица. У него 111 в команде... Это Ютилити 111. А, нет, все правильно. Да, Ютилити, кстати говоря, дэмэдж, между прочим, у Майкроса Кебю 111. Соответственно, с помощью различных гранат он наносит в каждом раунде более 100 единиц урона. А, подожди. Нет, стоп, я глупый. Потому что АДР — это Average Damage Per Round, а это просто Ютилити дэмэдж. Да-да-да. То есть он просто вышел, да-да-да, просто 111 нанес. И 246, 246, прошу прощения, например, у НИКО. Да, все так. Да, кстати, отъехал на Солнике, между прочим, с Юзба, что очень интересно отъехал. Да, там хедшот рейтинг еще, опять же, больше половинки, все приятно. С точки зрения подготовки, опять же, и механического отыгрыша команды Норс, они пересекли свою форму, которую я у них видел и которую я у них знал. То есть это выше, чем вот эти 100%, это где-то 130-150. То есть да, мы сейчас видим датчан в абсолютно новом, обновленном формате, в котором, ну, они наказывают людей и убили, скажем так, в Best of 3 лучшую команду мира. Тоже своих соотечественников, другую датскую команду, Астралис, опять же, мы это помним. Сейчас огромные проблемы у Na'Vi, и вообще у Норсов не было проблем, откровенно говоря, по всей и в группах там тоже. Да, ну вот против Астралис были, но они все равно выиграли. А там в Best of 1 там порвали тоже там пополам, и с Na'Vi у них проблем особо не возникает. Да, в первой половине они испытывали некоторые проблемы, но вспоминается мне матч Норс-Гамбит. Тоже на карте Д'Инферно. Это был как раз-таки матч на, если не ошибаюсь, квалификациях Чикаго. Инкл Экстрим Мастерс, и там прям тоже бодро шли так гамбит. А вторые восемь, да, восемь раундов они взяли в защите, а только два было у Норс, или даже один. И потом Норсы просто стриком, как зафигачили там 16-10, выиграли все. Слушай, ну, вот девятнадцатый раунд. Девайсный от команда Na'Vi, и с учетом счета очень сильно важный девайсный. Более того, 3 человека на А, 2 человека на Б у команды на Тус Винсера. 4 человека на А будет в ближайшее время. Возможно, вовремя, потому что человек с бомбой трется где-то здесь. Вальдамар получает что-то на Орехи. А вы не пойдете через банан, вы пойдете через банан. Вальдамар здесь будет шуметь. А не пойду через банан, а мой план пустой. Как же так? Как же так? Как хотят! Просто как хотят! Я обожаю Датска и Counter-Strike. Это что-то с чем-то. Это просто невероятно. Они, конечно, будут убивать Вальдемара 100% здесь. Это Мак-10, 4 в 5. И Дефьюз китов даже нет у команды Na'Vi. Идти на ретейк, только какие-то экзитфраги, добыть себе калашников. Хотя, вроде бы, если вот прямо сейчас пойдут, то времени будет более чем достаточно. Полетела ХАЕшечка в этом направлении непонятно. Эйзи разбирается с плейми, из банана уже не зайти. Хотя команда Na'Vi все-таки еще пытается пойти. МСЛ убивает Эдварда. Погибает также Зевс. Это не ретейк, это какая-то фигня, простите. Да, все так. Электроник пытается Матилс пробить, все у него получается. Керби отлетает. Симплух последний. Ничего Симпл не сделает. Если он близко к бомбе находится, отлетает тоже от Зевы, соответственно. Может быть, был смысл тогда заставить абсолютно все девайсы? У тебя нет китов, у тебя нет позиций, у тебя ничего нет. Я согласен, но вот это вот уже эмоциональные решения пошли от команды Na'Vi. Потому что их развели. Их развели? Нет, в смысле, представь себе, симпатируй ситуацию, симулируй, симпатируй ситуацию. В эмоциональном плане имеется в виду, прочувствуй игроков. Они такие, апа, а мы здесь. И потом они такие, типа, тут один челик только, и все. И они втроем его ждали там, пока он выйдет со своим актером. Да, 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 или даже четвером, по-моему, и все. А все остальные, как бы, компания команды Na'Vi взят на бой план, спокойно вообще ставят бомбу. Поэтому это было эмоциональное решение отомстить, как бы закрыть вот этот гештальт, который у тебя, он прямо впивается тебе в мозг и не дает жить просто. И вот это вот ригидное состояние, когда ты не можешь просто с собой ничего поделать и просто идешь ретейкать. Это плохо. Технически это плохо. Я думаю, что, например, какой-нибудь спортивный психолог команды Астралис помогает избавиться от ригидных состояний и от таких гештальтов, то есть, чтобы они просто не появлялись. Ну, здесь у нас экшен происходит, если что, у команды Na'Vi вообще-то только пистолеты были, но вроде 2 кила сделали, достаточное количество вообще всего подряд. Электроник, 74 хп. Вообще-то шансы какие-то есть стоять. Калашников есть, но здесь Айзи находится под грилем и шансов в электронику не оставляет. 13-7. Это сильно. Еще ни одного раунда не взяли Na'Vi на второй половине. Не, подожди. Нам нужна табуляция. Да, один, нет, ни одного не взяли, по-моему. Как раз таки все, там 5 раундов подряд. Да-да-да, вроде проблема. Быстренько табуляцию, будьте добры, пожалуйста. Так, чуть-чуть буквально одним глазиком посмотреть. Да, не нового. 5 раундов подряд от команды Na'Vi. Спасибо большое. Так, WP от команды Na'Vi. Тот самый тоже очень важный раунд. Просто уже Na'Vi уже ближе к 16-му. Ай-яй-яюшки, ай-яй-яй. 5 колосаей, кстати, от команды Na'Vi. Такой подвижный мобильный пик девайсов. Все прям интересненько, стабильненько, оптимальненько, опять же. 3 плюс 2 АБ от Na'Vi. Флейме вместе с Евсом, кстати, минус нули. Флейме не добил, да, Вулбэнк был, судя по всему. Мати ословит гранату. Na'Vi нужно собираться. Необходимо вот эти вот психологические состояния выжигать праведным огнем сейчас. Внутри себя, потому что иначе здесь не справиться будет. Да, и к тому же нужно собраться для того, чтобы закончить эту карту вообще для себя. А идти впереди очень много. Учитывая, что у тебя на пути вот такая сильнейшая команда Норс, у тебя 6 раундов праздницы. При том, что не в плюсе на эти самые 6 раундов раскидка от коллектива Норс. Он подходит, что неплохо врывается девка. Довторого мог бы забрать, но выживает Вальдемар на 8 хп. Молтове сгорает Эдвард. Это уже 3 в 3 Симпл. А разворачивается команда Норс, а тут со спины Флэйме дает 1 в 2. Третий фраг, можно попробовать. Нет, Егор погибает. И к Ярби один мчится на А. Судя по всему, но на перерез бежит Элек. Элек, твой выход. Видел тебя Керби, и ты сдал назад. И Керби поставит эту бомб. Нет, это будет фейк. Не хотел он положить в этот смок. За дефолтом находится Керби. Маркус, Маркус. Он в хорошей форме. И Молотов туда, хотя есть Дефьюз. Какие-то все нормально. АВП, бум, промах. Будешь ли менять девайс? Господи, какая жесть. Просто здесь напряженная штуковина. Дефьюз, Дефьюз. А Кебби не услышит. И Симпл все-таки хоронит Маркуса. Можно действительно выдохнуть, потому что настолько потнейший раунд, так я бы действительно имел шансы остаться 1 в 1 и потом просто разыграть этот клатч для себя плюсом фанат Na'Vi. Щупать свой глаз. Это нормальная ситуация для фанатов Na'Vi, чтобы глаз не вылился после увиденного. Это очень жесткое. Три калаша. Два Махтена, при том, что, я так понимаю, были деньги на хороший бай, но Норс решили подфармить, сыграть Вегас Квадрон раунд. Раскидочка пошла очень больно Эдварду. Эдвард погибает. Остается Симпл. Один убирает МС Элиста, ВП. Можно попробовать еще подальше пойти. Тиммейты пока далековато, хотя уже в какой-то момент близко. Симпл жить. Симпл, Симпл, Симпл. Флешка хорошая. Симпл сейчас не оживет, но ему очень больно. Сгорает от Вика. А есть еще какой-то... Зевс, Зевс! Господи, Зевс урвается в стройку, Зевс! Даня! Боже мой, Флэйми! 28 хп пока что могут. Команда Нави справится с командой Норс. Флэйми отлетает не очень аккуратно. Он вышел в итоге. Туда же Зевс! Электроник последний погибает от команды Норс! Это невероятно! Абсолютно! Я сегодня это слово употреблял уже кучу раз. Но как это Норс сделать, мне абсолютно непонятно. Нави там еще в Молтов пошли два раза. Вальдемар нащупал каким-то образом через много оппонентов. И у Нави закончились деньги. Это Форс и... Только одна Эмочка. Хотя начало-то было там и вообще разворот-поворот событий. Для Нави весьма неплохой. Там и Зевс попытался, постарался. И хорошие были моменты. И Симпл тоже дал минус. Но слишком там, по-моему, Симпл сгорел. Кто-то еще сгорел. То есть два фрага с Молтовых. Это было сумасшедше. Просто какого-то горелого. Притом по всем фронтам и на карте, и от Нави. Просто пожар. М4А4 у Зевса. И пистолеты не дефолтные. 5-7 чешки. От команды Натус Винстере. Зевс. Ульдемар. Вылетает. Просто сносит мордочки. Как же неприятно. Нави сейчас получилось. Никто здесь не умер. Аисис носит флейми. Вы только мне не говорите, что это будет 5 в 0. Эдвард и Симпл остаются вдвоем. Против пятерых на Апплэнте. Не-не-не-не-не-не-не. Это 15-й для команды Нордж. Из 7 матч-поинтов для сибирян, которые, я так думаю, что реализуют. И вполне возможно, что в ближайшее время Эдвард оходит хедшотом Вальдемара. Ну и что, Нави? 7 раундов подряд или все-таки домой из четвертьфинала. Очень неожиданный турнир. Прям вообще колоссально отличающийся от большинства. Которые, ну, более-менее где-то предсказуемые. Там бывают сенсации. Типа там вот такая вот команда смогла зажечь. Но обычно все это происходит так, что ты знаешь, примерные формы команд. А некоторые тебя действительно просто берут и удивляют. Или удивляют либо приятно, либо разочаровывают абсолютно полностью. Норс. Снова фанаты с флагами, с этими львятами. Но у Норс как-то тоже. Они уже готовы. Они понимают, что гореть сейчас и лететь не стоит ни в коем случае. Зевс улыбается. Это нормально. Это нормально. У ребят еще будет время подготовиться к мейджору. Совсем скоро они полетят на буткем, где будут находиться вместе. Они по домам. И, разумеется, к новому турниру они будут готовы в полном расположении. Юмпик, чешка, дигл, дигл. Юмпик, чешка, дигл, файв, севен. Все, что есть. Команда Нату Спинсер. Клэми Симплс, носят лица. Господи Ник отвечает, что это вообще произошло. А почему нельзя было раньше? Почему нужно доводить до такой стадии игры? Почему? Ладно. Зевс. Вот. Ммм. Ммм. Почему? Сейчас. Почему? Не раньше. Пожалуйста. Что это за третье дыхание тут открылось? А это уже как Старикс говорил, что если не работают обычные идеи, то команда начинает просто играть. Говорит, давайте играть вот чисто от скилла, как-нибудь попробуем. Вот в Нави такое получилось. Запушили и по стрельбе зашло. То есть Юмпика тоже. И Зевс постарался, и все вроде бы получилось. Но против Норс такой не будет работать каждый раунд. Я в этом абсолютно уверен. Так что в Нави проблемы на Инферно. Да, есть такой момент. Ну, здесь важнее Инферно скорее. И на Тайсте. И на Кэше. Что-то слишком много проблем. Вальдемар остается последний. Не теряет надежду закатать в асфальт трех игроков команды НАТО Свинсера. Ага, заметил Вальдемар. Заметил, да. Есть сигнал. Флейми выходит на охоту. Да не особо уходит. Страшно на самом деле. Против Вальда бороться страшно. По-настоящему. Вальдемар. Флеймич был готов. Пол хп Вальда потерял. Минус нул господина в плейме. Идет на плейн. Здесь находится электроник. Ставит бомбу Вальда. Господи. Где-то близко, но нет. Как же ему везло. Так, тихо, 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 тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Этого не может быть. Нет, я в это не буду верить. Электроник и Зевс должны справляться. То есть, нет, это невозможно. Нет, Вальдемар должен погибать. Вальдемар. Ладно, окей. Это больше похоже на реальность. Зевс отреагировал. Если бы нет, то да, там мало количество Вальдемара по хп, но все равно это было настолько близко. Неожиданно Вальдемар пробрался на тюрьму. Он просто обманул всех. Абсолютно. И Денис об этой... Не было информации о том, куда переместился Вальдемар. Шесть раундов остается для команды Na'Vi, чтобы выйти на овертайм и побороться на вражеском пике, чтобы в дальнейшем пытаться вообще выиграть и выйти на третью карту. Ну что, Камбетск-Израиль или все же спать по домам завтра в финал? Если честно, слишком сложно, но всегда, всегда же можно верить и надеяться в лучшее и любить, кстати говоря, тот тег, за который вы болеете до конца, а не фруктурировать туда-сюда, сюда-туда. До конца, дорогие друзья. Это называется Глоры. До конца, да. Это вот это настоящая любовь, а когда не до конца, это немножко не очень. И даже до любви очень сильно далеко. Два колоссая у команды Na'Vi, которые пока что не работают. Оба, причем Вальдемар сносит лица, опять же, Зевсу электронику. Ой-ой-ой-ой-ой, вторая из команды Na'Vi играет против пятерых. Это забег на Аплэн. Кто там? Кто там? Симпл с АВП, да? А прикрытия Райфлера нет. А как здесь выживать? Снайперу против пятерых. Одного взял. Отлетает сразу. Флейми отлетает. И он остается последним. Это симфония разрушения команды Норс заканчивается в самое ближайшее время. В ближайшие две секунды, дорогие друзья. Норс со счетом 2-0 выносит команду Natus Vincere. А ведь действительно выносит. Ведь только 12 раундов с две карты позволили себе Na'Vi. Или даже Норс позволили команде Na'Vi взять. Если The Train был совершенно никудышным, то на Инферно хотя бы была борьба. 9 раундов взяли. Были шансы, но только один раунд. Na'Vi смогли оформить. Или даже два раунда смогли оформить против атаки команды Норс. Но это уже не важно. Все-таки ребята проиграли. Они вылетают с турнира. А вот Норс проходит в полуфинал. И у нас получаются весьма интересные пары на завтрашний день. И я думаю, что Норс — большие претенденты, которые могут рассчитывать на финальную часть. Например, против команды Astralis. Почему Ньют? Да, такой формат команды Норс. Победит Na'Vi на DreamHack'е. Команда Норс. Да, друзья, мы с вами прощаемся на сегодня. Мы передаем слово нашим аналитикам. Степа, ребята, Юра, не Юра, принимаете? Большое спасибо, парни. Ну что, вовремя переобувшийся слэм, что не зачтено ему в нашей общей борьбе аналитиков и комментаторов. Но здесь, по крайней мере, я сказал, что выиграет команда Норс. Если честно, я думаю, никто не ожидал, что именно Норс выиграет со счетом 2-0. Но такого Эйзи и МСЛ не победить. Потому что если человек на планте B1 с кольтом делает минус 3 и таким образом дает возможность всем тиммейтам подтянуться на B, я говорю сейчас о защите и об одном из раундов команды Норс за защиту, тот же Эйзи делает минус 3 на пистолетном раунде, то, наверное, с такой командой играть крайне тяжело. Но, если честно, вот есть шутка от слэма, что МСЛ позавчера привезли инопланетями. Не позавчера, вчера, срочная новость, вчера пришельцы высадились в Стокгольме, подменили МСЛ на робота, который, собственно, сегодня и выступает за команду Норс. Да, друзья, так быстро мы этого точно не ожидали. Надеюсь, вы смотрели это абсолютно везде, где только было можно. Тем более, если вы пользуетесь отличным мобильным интернетом от Megafone. Это самый быстрый мобильный интернет в России, который существует. Но вы могли точно так же быстро это посмотреть и точно так же быстро пойти расстраиваться по поводу команды Na'Vi. Потому что расстраиваться, наверное, стоит. Да, действительно стоит. У них отличность с сеткой. Есть что-то необъяснимое у команды Na'Vi. Вот вроде бы все хорошо, начинает игра налаживаться. Такой момент был на карте Train, когда взяли три подряд, уронили экономику, проиграли экономическому и дальше просто посыпались. Что-то подобное произошло и на карте Inferno. При счете 6-2 Na'Vi уступают экораунду. Кстати, героем этого экораунда опять-таки же становится МСЛ. Ну и все. Na'Vi как будто подменили, проиграли все оставшиеся. Ну, не все, за исключением одного раунда. И просто уже не вернулись на Inferno. Ну и подменили в том числе Электроника. Эдвард вообще сыграл, ну, наверное, можно сказать, слово плохо. Всего 8 фрагов. Вот смотри, там повторяют Эйзи. Просто потрясающая форма. Действительно, игровая форма на высочайшем уровне. При этом он один здесь обороняется. А, нет, вдвоем-вдвоем они обороняются. Тройка еще играет второй. Ну, потрясающе здесь они с пистолеткой справились. Ну, плюс ко всему было пару раундов. Вот, допустим, пистолетный, ребят. Как вам пистолетный от Na'Vi в защите? Гениально. Ну, мы сейчас его увидим. Ну, идея, это нарезочка хайлайтов, но вот сейчас все хорошо, идеально складывается игра. У Na'Vi получается абсолютно все. И вот он момент истины. MSL, его шикарный дигл. И Na'Vi проигрывает раунду, ну, опять-таки же, против пистолетов. Играют очень неаккуратно, играют по одному, без разменов. Ну, ну, Simple такого явно не ожидал, особенно от MSL в этом эпизоде, в конкретном. Потрясающая работа от North. Я, на самом деле, считаю, что вот Спрайк очень правильную мысль. В начале этого матча заметил то, что тренер команды, Эйв, как бы, да, он влияет на коллектив и влияет на коллектив морально. И вот я могу ошибаться, но мне кажется, что MSL это тот чувак, которому не хватало веры в самого себя. Просто я таких пару игроков знаю, мне даже по стилю похоже. Но это не 100%, но мне кажется, что именно тренеры, настрой здесь очень многое решили для этого коллектива. Ну и MSL, я не знаю, там сейчас весь твиттер разорван. На Reddit просто люди не понимают, что произошло. MSL играет с ВП на банане вот таким вот образом. Ну, кто бы мог подумать. Наверное, Na'Vi, играя и получая вот такие... А вот этот момент просто супер. Просто все далеко, никого нет еще, а он троих держит на себе. Ну, согласись, вот в этом моменте мы видели, да, действительно хорошую стрельбу в исполнении Эйзи. Но что делали игроки команды Na'Vi? Где гранаты, которые должны были лежать на гробах? Там либо коктейль Молотова, либо смачок как минимум должны были находиться. Если нет, то вы проверяете эту позицию. И после первого минуса от Эйзи должен быть размен, но размена мы не увидели. Пистолетный раунд второй половины. Это... Ну, вот знаешь, мне кажется, из-за таких раундов мы и любим команду Na'Vi. Они неоднократно показывали, что умеют угадывать действия своего соперника. Но и датчане тут показали себя с лучшей стороны. Они выбрали идеально правильное направление для своей атаки и зашли на абсолютно пустой аппоинт. Ну, сыграли то, в чем были уверены. Да. И были готовы к любой драке. Ну, вот что произошло дальше, когда у тебя счет 12-7, и ты внезапно решаешь... Опять-таки же, это первый оружейный раунд. Это очень важный раунд для команды Na'Vi. Ты внезапно решаешь угадать. Да, это хорошее решение, но не для первого оружейного. Там ты должен отыграть стабильно, а уже дальше пытаться удивлять. Когда у тебя есть экономика, которая позволяет. Ну, мало того, ну, не угадали вы с направлением атаки. Ну, зачем идти выбивать? У вас нет дефюз-кита, у вас нет необходимого количества гранат. Чтобы оформить это выбивание, вы просто приходите и умираете в пятерок. Да, можно было сделать сейф на дисциплину и разыграть это оружие в следующем раунде. Тем самым попытаться побороться, но... Я когда увидел вот это исполнение, этого выбивания, я четко понимал, что, ну, все, карта инферно проиграна, и Na'Vi отправляются домой. Это когда я тебя пошел искать. Да, я тебе уже шел навстречу. Он уже шел мне навстречу, и я говорю, там нормально угадали, хорошо угадали. Действительно, это провал. Да, мы можем списать это поражение на то, что Na'Vi не раскрыли всего своего там заготовленного. Были не готовы, что угодно. Обидно только то, что сетка для них выглядела реально перспективно. Да, и вот на протяжении всего ивента. Но, если честно... Я про Стокгольм конкретно, Степ, секундочку. Na'Vi играли не самым лучшим образом. Это не та команда, которая выигрывала Кёльн. Согласен. В Стокгольме мы увидели проблему против гастов, мы увидели неоднозначную игру. Значит, что-то не так. Возможно, просто готовимся к приоритетной цели. И мы чего-то не знаем. Такое, кстати, да. Значит, что-то не так. Ну, ты знаешь, Starrix говорил об этом за этим словом аналитики, что совсем другие приоритеты. Ну, нет сейчас у команд других приоритетов. То есть, это не физический вид спорта, где ты не можешь прибавить сейчас, а потом не восстановиться до мейджора. Нет смысла. То есть, ты не можешь играть расслабленно, просто потратив время на поездку в Стокгольм. Тебе хочется обыграть Норс. Но если ты едешь, то ты должен быть готов. Ты третья команда в мире. По всем параметрам. А команда Норс, по-моему, седьмая или девятая. На каком они сейчас месте? Ну, просто посмотрим. На седьмом или на девятом, если нет? Они не в пятерке. Это точно. Десятые. Десятые. Они вообще десятые. Кстати, они очень сильно выстрелят наверх после прохода в полуфинал. Сейчас у них 199 поинтов. Они там, наверное, и Мибр тоже могут догнать. Но Мибр, скорее всего, нет. До финала нужно дойти, а это, наверное, им по силам. Еще заметить нужно такого игрока, как Вальде, который по итогам двух карт стал самым полезным игроком в составе этой команды. Нанес больше всего дэмэджа. Очень классно там попадал вообще в целом. То есть получается, есть такая тройка очень сильных парней. То есть MSL, Азия и Вальде, которые прям, ну, ни претензий к ним нет. Просто график Most MVP kills MSL. MSL, да. 13 фрагов с ОВП от MSL. Это в серии или... Это за две карты. Это за две карты. А щелкни на трейн просто. Ой, вернее, прости, на инферно. На инферно, да. На трейне там ас 9. Из них 9. Вот, основной снайпер. И когда ты против Симпла выигрываешь снайперскую дуэль, ну, это как минимум заставляет задуматься. Ладно, если бы это был Гуардиан. Ладно, если бы это был Кеннис. Но это MSL. Просто, друзья, смешно. Ну, посмотрим. Кенниса мы не видели уже очень давно. Но их там пригласили в закрытую квалификацию эпицентра. Но как-то в Кенниса я больше как-то и не верил. Индивидуально скилл у него хороший. А вот здесь, что мы видим, почему убивает MSL? Потому что ему нашли грамотное применение. И на своих позициях ему очень четко ассистируют тиммейты. Ну, короче. А Мерца его кикнули из какой команды? Его не кикали. Его забрали. Забрали, да. И из какой команды? Норс. Да. Он был на тесте вначале. Освободилось место просто. Из Норс в Норс. Из Норс. Мерца. Мерца забрали в Хероик. Да. И вот теперь MSL как бы супер основной снайпер. Все в порядке. Я понимаю, о чем ты говоришь. Что он никогда не был там в какой-то пятерке самых громких снайперов мира. Ну, MSL, да. Ну, вот что-то у него там даже повод для шуток был. Что у него там не всегда все получается. А сегодня все получается? Да. Ну, это сегодня. Вот непонятно, что будет завтра. А раунды посмотрим? Раунды. А есть они у нас? Есть, конечно, да. Мы там просили несколько раундов. Ну, если они есть, то я готов. Там есть несколько раундов, которые все должны посмотреть. Но нас предупреждали вначале, что все не сразу. Нужно чуть подождать. Там проблемы с демками вроде как были. Да, да. Там админ Dreamhack по почте России доставляет демки. Так, 10 тысяч долларов для команды Na'Vi. Хорошие призовые. Не 100, а 10. Не 100, а 10. Ну, и, естественно, шаг назад в Grand Slam. Нет. Шаг, ну, как бы пропущенный ивент. Ну, то есть это не шаг назад, это просто пропущенный ивент. Ну, это не так важно. Grand Slam, знаешь, по образу и подобию фейс пока только работает как черная карма какая-то. Ты можешь выиграть миллион на ЕС. Ты можешь выиграть миллион. Ну, то есть лучше не играть в этот миллион. Вот есть, конечно, сейчас куча диванных мнений насчет того, что какая разница на каком они месте, какая разница за две недели до мажора, за неделю до мажора. Все равно на мажоре все будет по-другому. И в этом есть доля здравого смысла. Но если ты в пятерке сильнейших команд и встречаешься с командой из десятки, которая в десятку или или залезла... 5-10, да. Такая игра, она как бы... Делайте выводы просто. Я согласен с Игорем, потому что что мы смотрели до этого? Вот до этого какая у нас была игра? У нас была игра между командами, которые номинально занимают четвертое и пятое место. И там была борьба до последнего. В начале борьбы не было. Да, на первой карте. На первой карте не было. Но потом, что делают Маус Спортс? Они не стесняясь просто берут и жестко камбэчат по фейс. И фейсы дрались. Да, и мы смотрим две прям такие наполненные событиями, раундами карты, где до конца непонятно, кто выиграет. Потом мы смотрим игру команды третьей в мире и десятой в мире, где десятая просто доминирует без шансов. Просто доминирует без шансов. И вот, как сказал Игорь, делайте выводы. Ну, тут стоит как похвалить команду Норс, так и немного... Поругать команду Нави? Поругать команду Нави. Действительно, датчане преобразились. Я про Норс говорю, обыграв топ-1 Дании, обыграв Астралис в групповом этапе, выйдя с первого места группы. Это была громкая заявка. И обыграв Нави, они доказали, что это была не случайность. Астралис-то, Миша, победа над Астралис? Победа над Астралис. Ну, и опять же, когда вот все говорят, ребята, мейджор все расставят по своим местам. Да до него осталось тут. Ну, сколько? Вот он, вот сейчас начнет. Все, вот он. Степ, не будем забывать, что есть вот эта теория не палить тактики. Действительно, есть команды, которые самые какие-то интересные заготовки оставят на потом. Но Нави делают так частенько. Делайте клип. Если вдруг случайно на мажоре Норс убьют Нави. Не спалили тактики. Не спалили. У нас там есть еще один турнир до конца года, у нас на него приоритет. Я же не говорю, что проблема Нави в этом матче это в том, что они не палили тактики. Проблема Нави была как раз таки в Норс, потому что Норс играли. Палили тактики. Ну, как тебе сказать, я не вижу тактики особой в том, что чувак сидит на гробах и просто один соло принимает всех пятерых заходящих. Всю команду Нави просто. Вот тебе вся тактика. Прекрасная тактика. Попадать в голову из кальта. На гробах, которые простреливаются. Все, что нужно. Стоишь и убиваешь. Но я понимаю, о чем ты. Вы говорите про конкретный момент. И это уже выглядит как степ. Да, тимплей. Опять же, вот там. Взаимодействие. Игорь в последнем раунде говорил, да кто так держит ковры? И перед этим тоже там выходят два человека. Они помогают друг другу. Один смотрит в одну сторону, другой в другую. Они друг друга прикрывают. Круто смотрится Норс. Но Игорь говорил про команду Нави. Это был последний раунд, когда Нави же защитил. В коврах сделали полный бред. Когда одного убивают в бок, а второго выходят сразу на размер. То есть это была опять-таки же претензия к игрокам команды Нави, которые непонятно чем занимались на коврах. Ну реально они вышли на позицию. И просто один ушел, встал спиной к винту. Второй приходит, смотрит на вент и все. И там уже стоит Вальдемар и его просто не остановить. Сейчас просто ради интереса получается, что Нави за две карты смогли взять 12 раундов? Ну так получается. Ужасно. Ужасно. Но что с этим поделать? А если можешь детейл? Сейчас просто ради интереса. Получается, что у Нави Симпл и Симпл 29 киллов за две карты. 29 фрагов. Но это все равно больше, чем у всей остальной команды. Зевс на втором месте, друзья. Да. И к сожалению, к моему большому сожалению, приходится констатировать факт, что за 12 раундов Эдвард сделал с него 12 киллов, то есть по одному киллу в каждом выигранном Нави раундом. Ну то есть Ваня убивал, а Нави брали раунд. Да, Ваня не убивал, раунд не берется. Все остальные забрались. Это, конечно, притянуто за уши, но все же где-то так и было. Ну Нави можно, наверное, пожелать только продуктивных тренировок. Я не знаю, я надеюсь, они решат все свои проблемы, если такие есть. И ситуация как бы в внутриигровом плане поменяется. Да. Все будет хорошо. Мажор через три дня. Ну, правда, для Нави, еще не для них. Для них 19-го. Там есть просто еще время. Есть еще время. Есть еще время, будем надеяться, что они придут в форму, потому что, ну, ребят, ну, обидно было сейчас. Обидно. Парни, если у вас не хватает времени, выходите максимальной скорости, то советую вам Мегафон. Это самый быстрый интернет на территории России. Ну а сейчас мы быстро, как и на самом быстром мобильном интернете на территории России от Мегафон, будем с вами прощаться. Юрий Страйк-Терещенко. Спасибо, что были с нами. Игорь Сламсопов. Друзья, как бы ни было обидно по поводу поражения Нави, нам пора прощаться. Встретимся с вами завтра. Нас ждет два полуфинала и финал. Дримхак. Мастерс Стокгольм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова